Одним из социальных направлений компании, к слову, является защита окружающей среды. Более того, Алроса признана лучшей по соблюдению экологических норм производства. И как раз об ответственности промышленности, а также о сохранении биоресурсов и многом другом говорили на втором съезде экологов Якутии. Чем по итогам съезда республика может по праву гордиться и поделиться опытом с другими регионами в вопросах сохранения природы, постаралась узнать Марьяна Кутукова. В вопросах охраны окружающей среды Якутия является примером для многих субъектов России. Об этом неоднократно говорили гости съезда, выделяя колоссальную работу республики с особо охраняемыми природными территориями. Сегодня общая площадь ОПТ достигла более 1 миллиона квадратных километров. Они занимают 37% всех земель республики. Действительно, вот этот подход к комплексной созданию системы особо охраняемых природных территорий, который в республике стал применяться в середине 90-х годов. Вот эта вот национальная система ИТК РСРДР, которая создавалась тогда, это стало примером для многих субъектов Российской Федерации. В частности, этот опыт был транслирован на юг Дальнего Востока. То есть те же самые принципы закладывались в основу принимаемых решений на уровне государственной власти субъектов Российской Федерации в этих регионах. Помимо резолюции, куда вошли предложения делегатов экологического съезда, одним из важных документов является соглашение между правительством республики и Всемирным фондом дикой природы. В числе первоочередных проектов соглашения – федерализация природного парка «Ленские столбы». Новый статус намерены узаконить уже в этом году, в год экологии. Главным преимуществом участники съезда отмечают увеличение финансирования. Если сегодня на содержание парка республика выделяет 17 миллионов рублей, то с принятием федерального статуса сумма составит 50 миллионов. Соответственно, исходя из такой цифры общего финансирования, можно ожидать увеличения количества сотрудников. Сейчас на огромную территорию, в миллион 230 вольт, 328 тысяч гектаров, всего 33 сотрудника. Можно ожидать, что увеличение штата будет до 70-80 человек. Кроме этого, вовлечение в структуру работы системы федеральных ООПТ. Туризм, естественно, но это в какой-то мере существует и сейчас, но на федеральном уровне это может быть гораздо более интенсифицировано. Активное промышленное освоение Якутии диктует сегодня экологам вести предупредительный мониторинг окружающей среды. Одновременно устраняется и накопленный ранее экологический ущерб. Часто такое происходит благодаря активной оппозиции неравнодушных людей. Яркий тому пример – случай разлива нефтепродуктов в Сунтарском Улусе. Вот здесь опять какая была ситуация, население обратилось. У нас в республике очень активное население. Вот мы говорим экологическое образование. Я считаю, что оно на высоком уровне, потому что люди живут на природе, в природе. И вот тот случай в 2010 году, опять-таки местный житель Охотник зафиксировал разлив нефтепродуктов на трубопроводной системе. И Сунтарский район в прошлом году тоже же обращение жителей было. По обращениям жителей в этом году, буквально две недели назад, мы вернулись из Вилюйского района. По 15 наслегам мы проводили исследования радиационной обстановки, исследовали воду, которую для питья населения используют. Положительные результаты республика показывает и в добровольчестве в рамках всероссийского проекта «Зеленые пионеры». Сегодня в Якутии насчитывается более двух тысяч юных защитников природы. С каждым годом таких ребят становится все больше. Вы действительно первые места занимаете и берете рекорды российские по числу участников в экологических мероприятиях, что как раз и показывает неравнодушие, бережное отношение, в обреченность в молодежи. Ведь «Зеленые пионеры» — это добровольцы России, защитники природы сегодня, а завтра защитники своего отечества. А отечество начинается со своего двора, с берегов, рек, да? Я считаю, что быть «Зеленым пионером» очень почетно, потому что ты становишься ответственным за окружающую среду, природу, и ты должен подавать пример будущему поколению. Как отметили участники Второго съезда экологов в Якутии, такие масштабные встречи отныне должны проводиться как минимум раз в пять лет. Это позволит быстрее реагировать на новые вызовы и предупреждать возможные экологические проблемы. Какой будет экология нашего региона в будущем, зависит от сегодняшнего воспитания ответственного поколения. Марьяна Кутукова, Владимир Таюрский, Гаврил Дичков, Иван Семенов, Евгений Рязанский. Якутия. День за днем.